26 октября начало работу очередное общее собрание Российской Академии наук. Его научная сессия была посвящена использованию генетических ресурсов растений, животных и микроорганизмов, которые, по словам президента Академии Владимира Фортова, становятся гарантией продовольственной безопасности и в стране, и во всем мире. Хотя это, в общем, сельскохозяйственное направление, оно открывает широкое поле для взаимодействия ученых, работающих в разных областях знания, отметил в своем выступлении академик Фортов. Фундаментальным и прикладным аспектом обеспечения безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов для производства пищевых продуктов был посвящен доклад академика РАН Виктора Тутеляна. Сегодня на сессии Академии наук показалось, что именно интеграция в рамках Академии и медицины, и базовых наук, и сельского хозяйства дает потрясающий эффект, потому что именно эта интеграция позволяет на самом высоком уровне, научном уровне, в частности, доказать безопасность продукции, разработать методы контроля и, опять-таки, обеспечение безопасности. Надежная, гарантирующая безопасность и для нас, и для будущих поколений. Помимо научной сессии и общей дискуссии о состоянии науки в России, в повестке дня нынешнего общего собрания были выборы новых действительных членов и членов корреспондентов Академии, что наполнило атмосферу кулуаров Президиума РАН вполне ожидаемым волнением. О предварительных итогах выборов можно было говорить уже в первый день собрания. Выборы в Академии идут многоступенчато. Первая ступень – это секция. Наша секция самая большая, секция клинической медицины, секция профилактической медицины и секция медико-биологических наук. В каждой секции были проведены выборы. Это люди высоко и с большой конкуренция, они высший научный потенциал в соответствующей области, они конкурировали. Была такая достаточно интенсивная борьба мнений, но в рамках этических, в рамках такой научной дискуссии. И дальше про выборы, оценка, голосование, тайна. То есть выборы прошли очень организованно. Четыре года почти не было никаких выборов. Академия, вся и наше отделение в частности, постарела. Нам нужны молодые кадры, молодые силы. Я надеюсь, станем самыми молодыми. Утверждение протоколов счетной комиссии по итогам тайного голосования по выборам членов РАН состоится 28 октября. Список новых действительных членов и членов корреспондентов будет опубликован в газете научного сообщества Поиск и на сайте РАН на следующей неделе.